В Гааге прошли вторые слушания поиска Украины против России в сфере морского права. «Киев не может примириться с идеей Крымского моста как символа воссоединения полуострова с Россией», заявил посол по совм поручения МИД России Геннадий Кузьмин на слушаниях в Международном суде ООН. Эти заявления о препятствии судоходства всего лишь предлог. Украина просто не может смириться с самой идеей этого моста как символа воссоединения Крыма с Россией. «На самом деле Украина сама способствовала скорейшему строительству этого моста», заявил дипломат. Кузьмин назвал обвинения Украины в адрес России безосновательными и не имеющими доказательств. «Азовское море и Керчевский пролив исторически представляют собой внутренние воды, на которые никогда не распространялись положения Конвенции ООН по морскому праву. Этот исторически сложившийся статус существовал на протяжении долгого времени и никем не оспаривался. Он появился еще в 1783 году и действует до сих пор. Поскольку Конвенция ООН по морскому праву не применила к Азовскому морю и Керченскому проливу, режим транзитного прохода не может быть применен в данном случае. Следовательно, все требования Украины о праве на свободу судоходства или транзитного прохода в проливе должны быть отклонены», сказал Кузьмин. «По итогам, в МИД России прошедшие слушания назвали успешными». «Я считаю, что слушания были успешны для нас. Из всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы. Я думаю, что судим есть над чем подумать», – сказал Геннадий Кузьмин. Он добавил, что интересы России отстаивала большая команда. Также на слушаниях выступили свидетели и различные эксперты. Он также предположил, что решение трибунал может вынести в начале 2025 года. Напомнено, что в 2016 году Украина инициировала арбитражное производство против Москвы в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву для защиты своих прав, прилегающих к Крыму морских зонах. Арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября провел слушания. На слушаниях украинская сторона в том числе потребовала демонтировать Крымский мост и прекратить другие незаконные действия России в Черном и Азовском морях». Продолжение следует...